Дорогие сестры, мы еще в заключении нашего служения, будем читать из Божьего Слова. И знаете, я сидел, смотрел на зал, многие лица уставшие, целый день в служении, утреннее служение, вечернее служение. Но я хочу задать вам один вопрос. Вот этот день, который мы провели с вами в поклонении Господа, можете ли вы сказать, что это приблизило вас к Иисусу Христу, что вы еще лучше познали нашего Господа, еще больше мы стали восхищаться нашим Господом. Ведь Господь сегодня так много уже нам с вами говорил. Говорил сегодня и о том, что наши ноги должны быть обуты, помните, утром в благовествование, да, мы должны нести эту весть всему миру об Иисусе Христе. И я думаю, что именно когда мы восхищаемся Христом, когда Христос является самой большой драгоценностью в нашей жизни, вот тогда мы идем и говорим всем. Знаете, когда кто-то, может быть, покупает автомобиль, то он, может, как-то невзначай подходит к другим и говорит, вот, посмотрите, и расскажет его характеристики, как-то старается поделиться. И когда Христос является нашей с вами ценностью, то мы будем делиться. Мы слышали о том времени, в котором мы живем, мы слышали сегодня и о святости, и о посвящении нашей жизни. Действительно ли этот день вот привел к тому, что я могу сказать, я за этот день больше стал восхищаться моим Господом, я еще лучше стал знать моего Господа. Мы довольно часто поем с вами такой псалом весть об Иисусе «Скажи мне, все расскажи про Него». То есть, действительно ли это желание моего сердца познавать лучше и лучше Господа вот каждый день в моей жизни. Не только на собрании, но когда я живу каждый день, вот каждую неделю проходя на работе, познаю ли я Господа. Мне нравится один пример, когда один проповедник, молодой проповедник, который приехал с обучения, с семинарии, и он вышел, сказал проповедь в своей церкви, а потом после этой проповеди подошел к пожилому пресвитеру и сказал, ну как вот, как вам понравилась моя проповедь или нет, на что пресвитер пожилой сказал, очень плохо. Тот сказал, ну как плохо, ведь я же все рассказал по плану, я все рассказал, вот как меня обучили, я показал местописание, я это местописание раскрыл потом, я подвел потом к заключению, все было сделано правильно. На что этот пожилой пресвитер сказал, в этой проповеди не было Иисуса Христа. Этот молодой проповедник сказал, там и не могло быть Иисуса Христа, по причине того, что я проповедовал на Ветхий Завет. Эти события были примерно за 400 лет до рождения Иисуса Христа. На что этот мудрый служитель, он очень просто сказал, о том, как у нас вот из каждого населенного пункта ведут тропинки и дороги в Лондон, так каждое местописание оно должно приводить к Иисусу Христу. И действительно, когда мы читаем все Божие Слово, каждая книга, каждое вот служение, даже храмовое, жертвоприношение, это всегда указывало на единственную вот жертву, на нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Я хочу, чтобы мы вместе прочитали из Евангелия от Луки, из 7 главы, мы прочтем небольшое местописание с 29 стиха. Эта история здесь говорится об Иоанне перед этим, и дальше вот потом с 29 стиха написано. «И весь народ, слушавший Его и мытари, воздали славу Богу, крестившись крещением Иоанновым. А фарисеи и законники отвергли волю Божию о себе, не крестившись от Него. Тогда Господь сказал, с кем сравню людей рода сего и кому они подобны? Они подобны детям, которые сидят на улице, кличут друг друга и говорят, мы играли вам на свиреле, и вы не плясали. Мы пели вам плачевные песни, и вы не плакали. Ибо пришел Иоанн, креститель, ни хлеба не ест, ни вина не пьет, и говорите, в нем бес. Пришел сын человеческий, ест и пьет, и говорите, вот человек, который любит есть и пить вино друг мытарям и грешникам, и оправдана премудрость всеми чадами ее. То есть Господь здесь приводит такую вот историю, что были вокруг Него люди, которые не хотели слышать истину. Они не хотели слышать истину ни от Иоанна, ни от Иисуса Христа. И Он сравнивает их здесь вот с этими малыми детьми, которые играют вот или в похоронную эту процессию, да, в похороны, или в свадебную. И Он говорит, Иоанн пришел, Он говорил о суде, Он был очень строг, Он говорил о покаянии, и вы говорите, в нем бес. Пришел сын человеческий, Он находится в окружении грешников, и вы говорите, а этот человек, Он вот такой же, как и они. Он живет вот точно так же во грехе. И оправдана премудрость, что эти люди, они закрыли свои сердца от истины. Они не хотели слышать эту истину. Но все-таки я больше хотел бы сегодня наше внимание обратить на нескольких словах. На нескольких словах, которые записаны в 34 стихе. Пришел сын человеческий, ест и пьет, и говорите, вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам. Вот такая вот слава была об Иисусе Христе. По сути, это являлось определенным оскорблением. Они говорили, что раз ты друг мытаря и грешников, то ты сам живешь вот таким образом жизни. Но Христос всегда находился в окружении вот таких людей. Вы знаете, мы очень ценим дружбу. Ценим дружбу, и мы помним ту дружбу, которая, может быть, когда-то зародилась у нас в школе. Или, может быть, еще где-то вот там в садике. Или еще где-то. И порой люди несут эту дружбу многие-многие годы. То есть через всю жизнь проносят. И мы где-то вот с таким трепетом вспоминаем ту дружбу. Может быть, друг уехал далеко. Например, мой школьный друг, который был мне очень ценен, он сегодня живет в Киеве. И мы довольно-таки редко переписываемся. Но я вспоминаю очень часто вот о том времени, которое мы проводили вместе. То время, когда мы вместе, может быть, что-то делали не так. Мы вместе получали от родителей. Но это, вы знаете, очень вызывает такой трепет. И в Евангелии от Марка, в первой главе, например, с 21 стиха по 35 стих, мы не будем сейчас читать эту историю, там описан один день из жизни Иисуса Христа. И жизнь нашего Господа, она была очень-очень интенсивной. То есть у Него очень было много дел. Он был окруженный людьми. И там день начинается, Он учит в синагоге. Потом Он изгоняет беса. Потом Он идет в дом Симона Петра. Там лежит теща, которую нужно было исцелить. И весь день Он находится в окружении людей. Людей, которые несут Ему свои проблемы. Заканчивается суббота, когда восходит первая звезда. И тогда люди начинают нести многих больных, хромых, искалеченных, одержимых бесами. И сказано, Господь исцеляет очень многих из них, изгоняет бесов. А это было уже примерно после 10 часов вечера. И написано, рано утром, рано утром. Он встает и Он идет для того, чтобы иметь вот это вот общение с Отцом. Он нуждался получить силы от Небесного Отца, потому что Он был окружен вот этими вот людьми. И посмотрите, написано о том, что вот 7.34 мы говорили, «Пришел Сын Человеческий, ест и пьет». Говорите, вот человек, который любит есть и пить вино друг мытарям и грешникам. К примеру, в Марка 2.2 глава с 15 стиха тоже вот описывается, кем Он был окружен, кто были вот Его друзья рядом. И написано с 15 стиха, «И когда Иисус возлежал в доме Его, возлежали с Ним и ученики Его. И многие мытари и грешники», и дальше говорится, «Ибо много их было, и они следовали за Ним». Книжники и фарисеи, увидев, что Он ест с мытарями и грешниками, говорили ученикам Его, «Как это Он ест и пьет с мытарями и грешниками?» Услышав сие, Иисус говорит им, «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». Сердце нашего Господа, оно болело за этих людей, Он желал их спасения. Сегодня брат утром, когда проповедовал за то, что мы должны нести Божие Слово людям, он говорил, помните тот пример о сестре, которая говорит, «Хорошо бы иметь район такой, где жили бы одни верующие, как-то отделиться от всех людей». Вы знаете, у меня вот прошлая неделя, она примерно такая и была. Когда мы поехали в лагерь, вот был христианский детский лагерь, там в Азовском маяке, в Новоконстантиновке, это христианская база. Там находилось много верующих людей, и это так прекрасно, когда мы утром выходили из своего номера, а рядом были множество людей, которых я знаю, с разных церквей. Кто-то подходил, кого-то угощал, мы вместе могли, может быть, выпить кофе. То есть это была прекрасная обстановка. Не было тех, кто ругается, не было тех, кто пьет спиртное. И знаете, за эту неделю как-то так, настолько мы успокоились. Но потом был один день, когда заехали одни люди, всего лишь на один день. Им дали номер, они, может быть, где-то были проездом. И началось с того, что эти люди хорошо выпили, потом вокруг началась ругань, потом они начали приставать к людям, которые были вокруг. Потом в конце дня они напились уже так, что, ну просто, я не знаю, как это описать. И знаете, мы сразу вспомнили о том, что действительно мы находимся в этом грешном мире. И Господь говорит, призывает нас, что мы должны идти в этот мир. Мы должны нести эту весть Евангелия. Нам, может быть, хотелось бы закрыться где-то, но наш Господь, Он всегда находился среди этих людей. Среди тех людей, которые, Писание очень просто, они говорят, мытари и грешники. То есть те люди, от которых отвернулись все. Никто не хотел находиться с ними, они пали в эту глубину греха. Но Господь наш, несмотря вот на все то, что Его обвиняли фарисеи, обвиняли Его книжники, Он находился среди этих людей. И Он говорил им весть о Божьем Царстве. Вы знаете, за всю историю человечества можно проследить множество людей, которые старались выдавать себя как-то вот за друзей, людей, которые социально, может быть, ниже где-то находятся, за друзей, может быть, детей. И я помню вот школьные свои годы, школьные свои годы, когда мы были пионерами, я вырос в нехристианской семье. И в нашей школе был класс, где нам рассказывали вот о партии, и рассказывали о том светлом будущем, к которому мы идем. И вот там был красный уголок, были определенные учебники, на стенах висели разного рода картинки. И я вспоминаю о том, что на одной из них был изображен Владимир Ильич Ленин, который нес бревно с другими людьми. Я думаю, вы многие помните эту картину. То есть и он показывал себя, вот вождь тогда показывал, что он является другом вот этих простых людей. Или множество других картинок в учебниках, где Владимир Ильич играет с детьми в прятки или водит хоровод вокруг елочки. Вчера я посмотрел, вот задал такое в поисковой системе, задал друг детей. И задал впереди несколько имен. Сталин, Гитлер. И вы знаете, множество-множество вот таких плакатов, множество картинок. Вот сразу выплыли, где написано о том, что Сталин, он лучший друг детей. И множество радостных детей вокруг. Или Гитлер, который находился также в окружении детей, вот позиционируя себя другом детей и малоимущих. Мы можем вспомнить, вот когда, к примеру, проходят выборы в нашей стране. Тоже очень много политиков хотят себе показать, что они вот такими являются. Но прошли годы, открылись многие архивы. И мы знаем, что вот те, которые показывали себя в кавычках друзьями детей или вот такого нижнего слоя, они очень многих привели к смерти. Очень многие были отправлены в газовые камеры. Очень многие были доведены до голода, умирали, пухли на улицах. И на самом деле их сердца совершенно не болели. Но сердце нашего Господа, оно болело за вот этих людей, с которыми он находился. И о нем сказано, что он пришел спасти грешников. Я хочу, братья и сестры, чтобы мы, может быть, коротко посмотрели на несколько вот таких пунктов того благословения, которое мы с вами имеем в том, что Иисус Христос является нашим с вами другом, потому что Он сам в Евангелии назвал нас с вами друзьями. К примеру, в Иоанна, 15 главе, 14-15 стих, Евангелие от Иоанна, 15 глава, 14-15 стих, Христос говорит, «Вы, друзья мои, если исполняете то, что Я заповедую вам, Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает Господин его, но Я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от Отца моего». Мы никогда бы с вами не осмелились назвать Бога своим другом, но Он нас сам назвал своими друзьями. Я не знаю никакой другой религии, вот читая литературу, в которой бы Бог назвал человека другом. Вы знаете, Аллах, к примеру, мусульман, это Бог, который не сильно вникает в жизнь человека, это Бог, который судит, но наш Бог, Он называет нас с вами своими друзьями. Вы знаете, сегодня люди очень одинокие. Сегодня мы живем в мире, хотя мы окружены социальными сетями, где тысячи, может быть, друзей, но люди очень одинокие. Мы так нуждаемся в том друге, с которым мы можем вместе иметь общение, с которым мы можем поделиться и рассказать Ему все, что лежит на нашем сердце, поделиться всеми нашими горестями, всеми нашими печалями, всеми нашими желаниями. У моих друзей как-то была проблема, они потом о ней рассказали, которую нужно было очень быстро решить, и они вместе сидели, и жена говорит, кому мы можем сейчас позвонить, чтобы нам помогли? Некому позвонить, никого близко нет из наших вот друзей, на что ее муж, знаете, немножечко с сарказмом ответил, открой свой телефон, у тебя там в Фейсбуке две тысячи друзей, позвони им, они, наверное, очень быстро сюда приедут. И действительно, мы можем иметь тысячу друзей где-то в социальных сетях, но на самом деле быть очень и очень одинокими. Притча 17 глава, 17 стих говорит нам о такой дружбе, о дружбе Господа нашего. «Друг любит во всякое время, и как брат явится во время несчастья». То есть первое, о чем здесь говорится, он явится во всякое время. И действительно, Христос является той уникальной личностью, которая придет к нам во всякое время. Он любит нас во всякое время, он готов слышать нас с вами во всякое время. Мы люди, мы очень изменчивы. Знаете, смотришь, буквально не так давно несколько пар дружили, были друзьями, вот не разлей вода. Проходит какое-то время, и они становятся врагами. Что-то изменилось в их отношениях, или пример брака, может быть. Сегодня я люблю, завтра муж уже говорит, я не могу тебя терпеть, мне уже не так важно, как ты живешь. Наши отношения очень изменчивы, но Господь, Он неизменен. Для нас с вами это удивительное благословение. Сказано, что Христос любит нас с вами во всякое время. Вы знаете, есть такое высказывание, «Лучший друг – это тот, кто знает о тебе самое плохое и все же любит тебя». «Лучший друг – тот, кто знает о тебе все самое плохое и все же продолжает тебя любить». Вы знаете, мы имеем такого друга с вами, который знает о нас с вами все. Он знает наши мысли, он знает наши желания, он знает наши с вами, может быть, тайные стремления. И порой, когда Господь приоткрывает нам с вами наше сердце, нам самим становится плохо от себя, когда мы видим, что там внутри находится, но Господь нас любит с вами во всякое время. Иоанна 1 глава, Евангелие от Иоанна 1 глава, 9 стих. Иоанн говорит, «Был свет истинный». Это говорится об Иисусе Христе. «Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир». То есть Господь знает все. Он просвещает всякого человека. И тем не менее, это удивительно, но Он нас с вами продолжает любить. И продолжает любить постоянно. Вы знаете, это удивительно о том, что это говорит о том, что в моей жизни нет тех отрезков, когда бы Бог отвернулся от меня. Он всегда меня слышит. Вы знаете, я молюсь о своих родителях уже длительное время, уже больше 20 лет молюсь и действительно вижу, что сегодня еще вот истина по какой-то причине, она закрыта, они не хотят на нее откликнуться. И может быть, мне нужно вот, знаете, приходят когда-то такие мысли, что может быть, Господь не отвечает на мою молитву. Может быть, нужно уже вот как-то пропадает желание где-то молиться. Или когда в нашу жизнь входят какие-то трудности и проникают опять мысли о том, что может быть, Бог меня не любит. А может быть, Бог меня не слышит. Так вот, Писание говорит о том, что нет таких отрезков, когда бы Господь нас с вами не любил, когда бы Он отвернулся, когда бы Он оставил нас с вами. Писание говорит, друг любит во всякое время. Это действительно любовь нашего Господа Иисуса Христа. Дальше в этом месте Писания, притчи 17.17, говорится, «Как брат явится во время несчастья». Это тот друг, которого даже порой нам не нужно звать. Он знает, что у нас случилось несчастье, и он готов всегда прийти на помощь. С друзьями нас могут разъединить где-то, может быть, расстояние, когда мы не можем к ним обратиться, и они просто не могут прийти нам на помощь. Но наш Господь, Он всегда скор для того, чтобы помочь нам и прийти на помощь. Это же место Писания говорит, «Как брат явится во время несчастья». Как брат. Друг как брат. Это говорит об очень близких отношениях с нашим Господом. Притча 18 глава 24 стих говорится. «Кто хочет иметь друзей, тот и сам должен быть дружелюбным. И бывает друг более привязанный, нежели брат». Бывает друг более привязанный, нежели брат. Вот это вот слово «привязанный», оно в своем первом значении буквально значит «прилепившийся». То есть настолько близко прилепившийся, что уже невозможно их рассоединить. Порой вот когда мы говорим об отношениях, то самые близкие какие у нас отношения? Это брачные отношения, да, ничего не может быть на земле ближе, чем отношения мужа и жены. Это личные отношения, это очень близкие отношения. Или родители и детей. Вадим сегодня задавал такой вопрос, совсем ли мы делимся со своими женами. Я думаю, что не совсем мы делимся. Есть то, чего мы не говорим для того, чтобы, может быть, их где-то пожалеть, для того, чтобы, может быть, чем-то, может быть, не травмировать какой-то информацией. И мы не все им, может быть, говорим, но отношения с Господом намного ближе. Самые близкие отношения – это отношения души с Ее Творцом. С Ним мы можем поделиться всем, и Он знает обо всем. И вы знаете, порой даже в этих отношениях не нужно многословие, потому что уже Господь перед тем, как мы к Нему приходим, Он уже знает, что находится, вот что лежит на нашем с вами сердце. У Него всегда есть для нас время, Он всегда готов нам с вами ответить, Он готов всегда прийти на помощь каждому из нас. Еще Слово Божие говорит о том, что наш Господь Иисус Христос, Он является мудрым советником, чудным советником. Притча 27 глава 9 стих говорит о дружбе. «Масть и курение радуют сердце, так сладок всякому друг сердечным советом своим». Мы сегодня, вот как раз настал последний месяц перед учебой, и разговаривая с молодыми людьми, которые закончили школу, у них много решений, куда поступить, куда дальше идти учиться, куда дальше идти работать, куда вот, может быть, брак, вопрос брака. То есть, очень много предстоит им сделать решений, и они спрашивают у старших братьев, они советуются дома со своими родными и близкими, они разговаривают со своими друзьями, и разные советы приходят с разных сторон. Но мы должны не забывать о том, что Иисус Христос, наш друг, является самым совершенным советником. Тот, чей совет, он действительно единственно является правильным. И мы должны помнить, порой мы не слышим Господа. Сегодня утром хор пел, помните, наш Господь в тихом веянии ветра. Порой в этой суете, во множестве этих голосов, мы не готовы слышать Господа. Или человек, может быть, молится о том, чтобы Господь дал ему какой-то совет, но в своем сердце решение он уже давно принял, и как бы, в принципе, Господь не ответил, он все равно поступит вот так, как он уже принял это решение. Вы знаете, когда-то, помните, в книге Иисуса Навина, 9 глава, там описана история, когда к Иисусу Навину пришли гаванитяне, и они там рассказали историю о том, что они пришли очень с дальней страны, они показали ему хлеб, они показали ему мехи с вином, вот которые были истрепанные, и они сказали о том, что мы пришли с дальней очень страны, это 9 глава, 9 стих, они сказали ему, из весьма дальней земли пришли рабы твои во имя Господа. Какие прекрасные слова, да? Из дальней страны, во имя Господа Бога твоего, ибо мы слышали славу Его и все, что сделал Он в Египте. И 14 стих, довольно-таки печальный стих, там написано, израилетяне взяли их хлеба, а Господа не вопросили. Они взяли их хлеба, они приняли решение, а Господа не вопросили. И мы во всех наших решениях, мы должны помнить о том, что Иисус Христос – это самый мудрый, самый удивительный, самый чудный советник, который всегда готов дать нам свой совет. Для этого мы всегда и призываем, и молодежь, и старшее поколение, читайте Божие Слово, потому что здесь самые мудрые советы для жизни. И Христос, кстати, и говорил, что кого Он называл друзьями? Тех, кто живет по Его Слову, тот, кто живет по Его заповедях. Еще одна удивительная характеристика, братья и сестры, нашего друга о том, что он никогда не вспоминает наших с вами старых каких-то ошибок, наших грехов. Он забывает это, он выбрасывает это, написано за свой хребет. Когда друг согрешает против меня, приходит ко мне, просит прощения, и я говорю, друг, я прощаю тебя. Проходит какое-то время, он опять делает что-то, я прощаю тебя. Проходит третий раз, и я говорю, конечно, я так и знал, вот помнишь, ты и тогда вот так со мной поступил, и тогда так со мной поступил, но Господь, Он так не поступает. Если Он простил, Он никогда этого не вспомнит. Притча 17 глава, 9 стих говорит, прикрывающий проступок ищет любви. А кто снова напоминает о Нем, тот удаляет друга. Псалом 102, с 10 стиха написано, «Не по беззакониям нашим сотворил нам, и не по грехам нашим воздал нам. Ибо как высоко небо над землею, так велика милость Господа к боящимся Его. Как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззакония наши. Если Господь простил, то Он простил навсегда». Братья и сестры, люди, знаете, порой они боятся прийти к Господу, говорят, ну у меня такие тяжелые грехи. Господь не простит меня. Как я могу жить с этим грузом? Я знаю одну женщину, которая совершила аборт, и множество-множество лет она слышит весть Евангелия, но это сдерживает ее. А как Господь это простит? А неужели Господь простит и никогда не вспомнит? Слово Божие говорит, да. Господь простит и никогда не вспомнит вам ваши грехов. Для чего нести этот груз? Для чего мучаться от этих грехов? Господь прощает и снимает вину за грехи. Братья и сестры, кающийся, да, конечно, я предполагаю, что кающийся человек, тот, который приходит в раскаяние, тот, который принимает жертву нашего Господа Иисуса Христа. И еще одно удивительное обетование, которое имеем в Божьем Слове, это Луки 12 глава 4 стих. Луки 12 глава 4 стих. «Говорю же вам, друзьям моим, не бойтесь убивающих тело и потом немогущих ничего более сделать». Это прекрасно, да, когда мы живем в таком мире, о котором мы сегодня слышали, столько страха в этом мире, столько разных фобий, и люди живут, и они боятся экономических каких-то падений. Один когда-то, мой знакомый сказал, «Я спокоен только тогда, когда у меня дома лежит несколько тысяч долларов». Братья и сестры, но в нашей жизни обстоятельства меняются, и только в Господе мы действительно находим успокоение. Знаете, в школе, когда я учился, всегда рядом с сильными вот ребятами, возле них было множество друзей. Это значит, что этот мой друг, он меня защитит, он не даст меня где-то в обиду. И вот Господь также нам с вами сегодня говорит, «Говорю же вам, друзьям моим, не бойтесь убивающих тело и потом немогущих ничего более сделать». Еще одна прекрасная характеристика нашего друга – это то, что он отдал за нас с вами свою жизнь. Он умер за нас с вами на кресте Голгофы. Иоанна 15 глава, 13 стих написано, «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». Вы знаете, мы порою говорим с вами о том, что мы готовы отдать жизнь за Иисуса Христа или, может быть, за наших родных и близких, но, если быть честными, мы с вами не были в такой ситуации. Но я думаю, большинство из нас не были в такой ситуации. Мы действительно должны молиться, чтобы Господь дал нам верность, дал нам верность дойти до конца, дал нам силы вот все преодолеть. Но удивительно о том, что Господь, Он желает доказать нам свою любовь. И порой я думаю, а нуждается ли Господь вообще в доказательстве чего-либо нам с вами? Мы являемся Его творением, и тем не менее Бог доказывает нам с вами свою любовь. Вы знаете, когда на горе Хариве, когда гора горела огнем, когда вот немножечко там все это поколебалось, когда были эти громкие голоса, народ, помните, он настолько находился в страхе, что достаточно было вот немножечко напугать, и было вот это тварное поклонение, то есть все творение склонилось перед своим Творцом. Я помню, когда-то в моей жизни был такой случай, когда я был на втором этаже в своем доме, была сильная буря. И я видел, как со стороны Бабурки эта буря, она надвигалась вот на правый берег, и я видел множество этих молний, я помню, что это привело меня в такой, знаете, очень сильный страх. Я видел и подумал, этот орех, который качался у меня во дворе, я думал, если он упадет, то он завалит и крышу, и завалит и дом. Если молния попадет вот в дом, то тоже наделает очень много беды, и возможно даже лишит смерти. Я помню, что тогда я упал на колени и просил Господа, Господи, проведи эту бурю мимо меня, то есть это привело меня в очень сильный страх. Но Господь постоянно доказывает нам с вами свою любовь. Римлянам 5 глава 8 стих написано, «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Наш друг доказывает свою любовь, что он умер за нас, когда мы были еще грешниками. Братья и сестры, перед тем, как мы с вами будем молиться, я хочу задать вопрос, восхищаемся ли мы с вами таким другом, который всегда с нами, который готов отвечать на наши молитвы, который всегда приходит во время, когда мы нуждаемся в помощи, который не вспоминает наших с вами грехов, когда мы исповедуем наши грехи. Господь не вспоминает наших грехов. Вы знаете, когда я читал книгу «Песня песней», это удивительная книга, поэтическая книга, которая вот в отношениях мужчины и женщины, она показывает наши отношения церкви с Иисусом Христом, очень близкие отношения. И вот в пятой главе, в пятой главе этой книги записана речь Суламиты, вот этой возлюбленной записана эта речь, и мы прочтем с восьмого стиха, с восьмого стиха. Суламита говорит, «Заклинаю вас, черри иерусалимские, если вы встретите возлюбленного моего, что скажете вы ему, что я изнемогаю от любви? Чем возлюбленный твой лучше других возлюбленных, прекраснейшая из женщин? Чем возлюбленный твой лучше других, что ты так заклинаешь нас? Возлюбленный мой бел и румян лучше десяти тысяч других. Голова его – чистое золото, кудри его волнистые, черные, как ворон, глаза его, как голуби при потоках вод, купающиеся в молоке, сидящие в довольстве, щеки его – цветник ароматный, гряды благовонных растений, губы его – лилии, источают текущую миру, руки его – золотые кругляки, усаженные топазами, живот его – как изваяние из слоновой кости, обложенное сапфирами, голени его – мраморные столбы, поставленные на золотых подножиях, вид его подобен Ливану, величествен, как кедры, уста его – сладость, и весть он – любезность. Вот кто возлюбленный мой, и вот кто друг мой черри иерусалимские. Вы знаете, когда я читал это местописание, меня удивила, какая детализация. Насколько она хорошо знала своего возлюбленного, она говорит о его глазах, о его губах, о его руках, о его ногах, она очень хорошо его знала. «Братья и сестры, я хожу в собрание, я слушаю проповеди, среди недели, может быть, в плеере слушаю какие-нибудь лекции. Ведет ли это меня к тому, что я лучше и лучше с каждым днем знаю моего Господа? Ведет ли это меня к тому, что через неделю могу сказать, что я еще больше люблю моего Спасителя, еще больше я восхищаюсь им? И может быть, кто-то нас точно так же спросит, вот как эти женщины спросили Суламиту, и они говорят, «Чем возлюбленный твой лучше других возлюбленных, прекраснейшие женщины?» Может быть, кто-то спросит, «А расскажи мне о своем Господе, а чем он лучше других религий? А чем он выделяется от Бога мусульман, или индуистов, или еще кого-то?» Тогда я могу сказать о моем Господе, что мой Господь умер за всех людей, а что он удивительный Спаситель, он является удивительным другом. «Могу ли я рассказать людям с восхищением о моем Господе и Спасителе?» Братья и сестры, давайте, когда мы пойдем в новую неделю, мы поставим вот такую цель, лучше познавать Господа, чтобы мы могли этому миру дать вот такой ответ, какой когда-то дала Суламита. Аминь. Давайте помолимся. Отец наш Небесный, Господь наш, мы благодарны. Благодарны Господь наш за то, что весь сегодня день мы могли находиться, Господи, у Твоих ног. Мы так много слышали из Твоего Слова. И мы благодарны за то, что пришел Сын Божий и открыл нам Отца. Мы благодарны за то, что мы имеем такого чудного друга. Мы благодарны за то, что наш друг всегда с нами. Он всегда слышит наши молитвы. Он всегда готов прощать нас, когда мы приходим и просим Его об этом. Господь наш, помоги, чтобы каждый день нашей жизни мы лучше и лучше познавали Тебя, чтобы с каждым днем Ты становился большей и большей ценностью для каждого из нас. И за все мы, Господь, славим великое и святое Твое имя, наш Бог, Отец и Святой Дух. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok